Всем привет! С вами Светлана. Добро пожаловать на мой канал. Я сегодня расскажу о фуксиях, которые в зимних условиях у меня находятся дома. Я их размножаю разными способами, о котором я уже говорила. В таблеточках, просто в перлите, в безземельной смеси, в тепличках. Вот у меня это немного из тех фуксий, которые остались. Это молодые растения, которые были обрезаны осенью. Они вот так сейчас себя после обрезки чувствуют. То есть они выпускают вот такие вот листики. Растения вот такие вот. Они стоят на окошке в холодной комнате возле самого балкона. Листики у них, конечно, я не скажу, что прямо они такие крупные. Они еще слабенькие. Эти я посадила совсем недавно из обрезанных черенков. И эти у меня посажены недавно совсем. Вот так вот они выглядят. Черенки из обрезанных фуксий. Это у меня череночки, опять же, высаженные 27 октября. Вот они сейчас у меня так разрастаются. Я их пока что не трогаю. Время от времени поливаю, смачиваю перлит. И они продолжают вот так вот развиваться. Я их пересажу уже чуть-чуть позже, где-то ближе к весне. А такие, которые у меня, веточки, были совсем мелкие. Вот сейчас я покажу, что я пробовала. Это фуксия, посаженная в кокосовую таблеточку. Вот такие были у меня столбики, стебельки, которые мне было жалко выбросить, на которых практически не было листьев. Я их посадила вот так вот в таблеточки. Что видно? Это было посажено 15 ноября. Сегодня 16 января. Уже прошло 2 месяца. И они уже пускают вот такие вот маленькие листики. И им, конечно, нужна уже пересадка. Вот сейчас я покажу корешки, которые здесь видно. Это корешки. То есть это показывает и говорит о том, что даже вот такие вот кусочки можно укоренить. Вот тоже видно корешок. Я их сейчас посажу в стаканчики. Для этого мне нужно будет снять вот эту вот оболочку. Это бумажная оболочка, которая сверху таблетки. Вот я ее сейчас снимаю. Аккуратненько. Теперь в стаканчик я насыпаю на дно половину где-то земли. И обсыпаю вокруг землей, где не достает. Таким образом получается. Посажу на фуксию. Просто я ее не хочу рассоединять. Пока что она еще слабенькая. Корешки слабенькие. Пусть они будут расти 3 в стаканчиках. Потом, когда они подрастут и окрепнут, можно будет их просто разделить. Так же я делаю и с этой. Нахожу, где тут можно отделить бумагу. Она очень хорошо рвется, без всяких ножничек, без ничего. Потому что она влажная. Набираю в стаканчик опять же земли. Вот так вот ставлю и обсыпаю. Сверху, конечно, их нужно немножко пролить. И ставлю на подсветочку, где у меня стоят все черенки, вся рассада. Новых вот таких вот очаровательных растений, как фуксия. Всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока.